Подробности недели смотрите уже сейчас. Что осталось за кадром минских переговоров? Эксклюзивное интервью первых лиц. В Донбасский дневник они никому не верят. На украинскую прессу реагируют катастрофически негативным путем. Донбасский синдром, как война изменила тех, кто вернулся с фронта. Нечаянно уроненная вилка на пол. Как взрыв, они начинают прятаться. Шли блик велосипеда, велосипедиста в темноте. Чисто упал на землю. Бежать нельзя остаться. Сергей Кудимов пожил жизнью беженцев. Все, чем запомнится эта неделя. И даже то, что случится на следующей прямо сейчас. Подробности недели. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Итак, первый день перемирия. Похоже, именно этот день стал решающим. Прошлой ночью многие из нас, помните этот момент, мы не спали до полуночи. Мы ждали момента истины. Времени, когда станет ясно, вот что дальше, мир или большая война. Президент готовил обращение к нации. Украина была готова к войне. В коридор власти не исключали, что во всей стране введут военное положение. Если ровно в полночь обстрелы не прекратятся. Но все эти меры не понадобились. И в первые минуты воскресенья президент дал команду остановить огонь. И вот как это было. Хочу миру и я, президент Украины, Верховный Головнокомандович Збройных Сил Украины Петро Порошенко. И в якости первого крока я отдаю сейчас наказ Збройным Силам Украины, Национальной Гвардии, подразделам Министерства внутренних справ, подразделам Прикордонной службы, подразделам Службы Безпеки Украины, припинити огонь. 0.15. Ну и теперь самое главное, чтобы не было провокаций, которые дали бы возможность сорвать этот мир, эти минские договоренности. И самый горячий участок на фронте это Дебальцево. К нему приковано внимание и в Европе, и у нас в Киеве. Там сегодня еще продолжалась стрельба, причем утром даже из тяжелых оружий, орудий. В город не смогли попасть наблюдатели ОБСЕ. Дебальцево по телефону обсуждали уже и президент Порошенко, с Меркель, Алландом и Путиным. Вообще всю неделю оттуда была очень противоречивая информация. Ну помните, боевики говорили, что город окружен, наши военные это опровергали. Чем заканчивается сегодняшний день для этого города, и вот что там сейчас, знает наш корреспондент Вениамин Трубачев. Давайте на связь его вызовем. Коллеги, есть связь? Вениамин? Вениамин? Фронтовые условия практически сложно наладить. Да, Дмитрий, на Дебальцевском плацдарме... Да, продолжайте, пожалуйста. Да, Дмитрий, на Дебальцевском плацдарме украинская армия прекратила вести огонь по позициям боевиков. Однако террористы все-таки продолжают стрелять из артиллерии и минометов. И вот в основном снаряды взрываются в самом городе Дебальцево и в ближайших районах. Но все-таки стоит отметить, что интенсивность обстрелов все-таки значительно увеличилась. И вот сейчас нет вот таких, такой непрерывной канонады, какая еще была вот, например, вчера. Мы соблюдаем режим тишины. У нас уже, как вы слышите, здесь нет никаких канонад, залпов и тому подобное. Ну а что? А с той стороны, опять-таки, вы слышите разрывы, понимаете? Это не залпы, это разрывы. Ну вот, я пытался сегодня доехать до Дебальцево. Вот единственная трасса, по которой можно попасть в город, идет из Артемовска. На дороге стоят тут сгоревшие машины. Однако военные пропускают автомобили только до поселка Луганское. Потому что следующее уже село на пути, которое находится Логвиново, остается под контролем боевиков. Там в последние дни шли серьезнейшие бои, но террористов выбить не удалось. И вот фактически сейчас Дебальцево остается в окружении. Извините меня, если у нас стреляют, чего мы должны молчать? Ну что, пушечное мясо или что? Или мишени для птили? Если надо принимать какое-то волевое решение, то есть, либо их засыпать ураганами, там, так, чтобы они уже даже не высовывались. Потому что это наша территория, по нашим пацанам стреляют, наши пацаны в окружении. Вот, и сколько же можно это терпеть? Ну вот, военным, правда, периодически удается доставлять в район Дебальцево боеприпасы и продовольствия. Однако, каждый раз, вот, прорывать это кольцо приходится с боями. Вот, бойцы говорят, что судя по тому, как ведут себя сейчас террористы на этом участке фронта, они не собираются отводить тяжелые вооружения. Нет, наоборот, по данным разведки, боевики укрепляются и продолжают сооружать новые укрепления в районе Дебальцево и окружать наши подразделения. Но в то же время украинские военные тоже не собираются отходить и сдавать свои позиции. Ребята все с боевым духом, все стоят, делают свою задачу, выполняют все поставленные задания. Просто работаем, делаем свое дело. Ну, вот, в целом, на этом участке фронта обстрелы сегодня были не слишком интенсивные, тем более, в ответ стрелять запрещено, поэтому военные нашли способ, как расслабиться после изнурительных боев, которые шли последние недели. Вот, ребята достали футбольный мяч и прямо на одной из дорог на передовой решили сыграть футбол. И вот периодически такой футбольный, импровизированный поединок прерывали по дороге едущие автомобили военной техники. На данную секунду сейчас нету. Ночью было тихо. Но часа полтора назад были раскаты и стрельба. И вот сколько? Минус 15-20 назад тоже же вы слышали. Ну, вот сегодня донецкие боевики заявили, что будут по-прежнему атаковать в районе Дебальцево. Террористы называют эти территории своими и продолжат штурмовать, как они говорят, город и окрестные села. И вот даже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уже подтвердила, что обстрелы в районе Дебальцево не прекращались. Дмитрий. Хорошо, спасибо. Ну и давайте вызовем сейчас на связь министра иностранных дел Павла Климкина. У него как раз и узнаем, как вот эта ситуация в Дебальцево повлияет на мир в целом. Павел Анатольевич, вечер добрый. Ну, вы наверняка тоже, как и все мы, вчера ждали нуля часов. Скажите, вот несмотря на ситуацию в Дебальцево, можем ли мы сказать, что страна живет в другой реальности, что мир сейчас, что мир это реальность? Цей день действительно он мирным. У нас есть порушения припинения в огне. Мы имеем проблемы с доступом спостережной миссии ОБСЕ, в другом и до Дебальцево. Но в целом, поименно, и, на жаль, я говорю поименно, за последними днями и тижнями, это действительно совсем другая ситуация. Вы на связи с Европой. Что говорят европейцы? Чи постоянно вы с ними телефонуете, разговариваете? Какая ситуация? Каждый день происходило десятки, я абсолютно не преобещаю, именно десятки телефонных разговоров между световыми лидерами. И сейчас это ответственность спальна. Сейчас это ответственность, естественно, России и поддерживающих Россию террористов, но вместе с ответственность Европейского Союза за то, чтобы мы достигли мира. Если мы упустим этот шанс, и сегодня про это говорили много европейских лидеров и министов закордонных справ, я вот сегодня разговаривал с многими из них, то мы будем просто ниде. Все это очень хорошо понимают. И реакция Советского Союза на порушение обязанностей будет очень жарко. Пан министр, у меня запитание, а что дальше? Ось, дивитесь, мне раздруковали мінские договоры, там написано, что на второй день после прекращения огня, то есть практически там понеделок и второго, все должны уже начать оттягивать тяжелые оружия. Мы будем это делать? Мы будем это выполнять? Чи мы будем ждать, ну, когда, например, Дебальцева ситуация нормализуется? Чи пошел уже Відлік? Відлік не просто пошел, а Рада национальности безопасности и защиты Украины, чётко заявила, что мы готовы к этому, мы приготовили для этого соответствующие майданчики. Но, конечно, миссия ОБРСЕ має сказать, что это началось с обоих сторон. Не может быть одностороннего припинения огня, как то, как мы делали несколько месяцев тому, когда наши герои и наши воины гинули. И не может быть одностороннего отведения тяжелой артиллерии. Это все мае происходить очень четко, синхронно, скоординовано и под контролем ОБРСЕ. Это единственный шлях вперед. Ну, чекайте, там же еще один пункт есть, что мают вводить иноземные військовые формирования найманцев. Ну, вы знаете, что Россия может сказать, вчергово скажет, что немае там наших військ. Как с этим быть? Ну, по-перше, весь свит давно смеется с российских тверждений, что российских військов, российской техники там немае. Однако, еще невидимо, звідки вона взялась. Ну, возможно, вона купуется террористами в Африце, но все равно потрапляет через российский кордон. По-друге, нам потребна международная присутность, Донецкую и Луганскую. Нам потребна расширить присутность постережной миссии, чтобы миссия видела, где есть российские войска, где есть российская техника, и это реально контролировала. И именно то, что миссия говорит, и будет основой для всего мира, смотреть, что российские войска там, или начался их вывод. И это ключевая запорка политического процесса. Доброе, у меня последнее вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда минские договоры уже подписаны, когда практически у нас первый день, ну, не миру, но перемирья, чи нужна нам и надаля американская оружие? Вы знаете, главная тема этого неделя, и там и в Киеве, и на капиталистских пагорбах обговорили, поставка оружия для Украины из Америки летальна и не летальна. Сейчас, в новых условиях, мы все так же просим Америку, помогли нам оружие? Моя теза очень простая. Нам нужна оборонная оружие. Оборонная оружие нам нужна для мира, а не для войны, как используют российскую оружие террористы из Донецка и Луганского. Нам нужна оружие, чтобы отбивать атаки. Чтобы отбивать атаки на мирных жителей Донецка и Луганского, на наши оружие. И в том смысле, самая оборонная оружие, я подкреслю, оборонная оружие, будет влиять стабилизации ситуации. Это не атакующая оружие. Это очень хорошо понимают в Вашингтоне, это очень хорошо понимают в других столицах. Конечно, процесс подальших решений будет зависеть от мирного процесса. Если он будет снова таки выполняться, а не остаться на ППР, я думаю, что мы будем иметь последовательный шлях до стабильности. Если нет, то до этих решений очень быстро все вернутся. Доброе, дякую за розмову, дякую за Ващику. Ясно, не министр иностранных дел Павел Климкин был на связи со студией подробностей недели. Продолжим. В городе Попасное совсем на недавней линии фронта. Уже два дня работает наш корреспондент Андрей Ивач. И вот каким он сегодня увидел этот город. Небольшая зарисовка. Попасное – один из крупнейших железнодорожных узлов на Донбассе. Он располагается на одной линии с Дебальцево. Сам город сейчас очень разрушен, да еще и находится неподалеку от захваченного Первомайска. Я попытаюсь рассказать и показать, как там сейчас живут люди. Улицы в городе Попасное безлюдные. Люди, как правило, прячутся в подвалах вот таких вот многоэтажных домов, которые разрушены. Чтобы хоть как-нибудь обогреться, люди... Чтобы хоть как-нибудь обогреться, люди носят дрова в подвалы, ну и на украинскую прессу реагируют катастрофически негативным путем. Люди из подвалов практически не выходят и могут там находиться неделями, чтобы хоть как-нибудь обогреться, потому что благ цивилизации здесь, ну, фактически нет. Люди потихонечку, боясь, но выходят на улицу, несмотря ни на что, чтобы там подойти к волонтерам, забрать буханку хлеба. Вот это один из немногочисленных магазинов, который не прекращает свою работу практически ни на секунду, несмотря на отсутствие света, несмотря на бомбежки. Товар, как видите, ну здесь просто в полки ломятся от него. Его завозят, рискуя жизнью, сами предприниматели. Рынок в Попасной уже давным-давно закрыт. Ну, во-первых, он находится на открытой местности, а это довольно-таки опасно. А во-вторых, покупать продукты некому. В большинстве торговых точек, которые находились в городе, ну, тут даже надпись есть сигареты, водка, вывезены, не ломайте, пожалуйста, магазин. Обычное дело. Вот можно посмотреть, что вокруг аптеки находится. Люди не рискуют сюда выходить на работу. Ну и вот стандартная также табличка для этого города. Разрывы видны, осколками посещены двери. Второй день я нахожусь в Попасной, наблюдаю за тем, как живет этот город. Воскресенье от субботы отличается, ну вот, лишь тем, что наконец-то сюда, в квартиры, вернули свет. Ночью могут дать газ, ну а все остальное без изменений. Магазины работают по полдня, мобильной связи по-прежнему так и нет, да и стационарная работает с перебоями. Поэтому позвонить даже пожарным здесь не могут. Ну вот так этот день встретили в прифронтовой зоне территории, которая, согласно Минским договоренностям, станет зоной буферной. Андрей Степанович Гріценко подъехал к нам в гості. Вечер добрый, приходите, пожалуйста. Добрый вечер. Вечер добрый, рады бачить. Андрей Степанович, я побачив ті меседжи, які ви зараз пишете в социальных мережах, на блогах. Ви пишете про необходимость плану Б. Я хотел вас запитати, саме сьогодні, в день, коли мы обговорюем Минские договоренности, ну, первый день перемирия, а может и не потребен зараз в Украине план Б? То, что план Б потребен, говорить навіть те интервью с министром законодательных справ, как вы еще нам показали, до питания зброи. Справа в том, что Минску, те договоренности, которые подписаны, дают два явных плюсы. Первый, это обмен полоненами, дай Боже, что он отбылся, это плюс. Люди повернулись домой, перестанут страждать. И второе, прекращение огня. Причем прекращение огня, я не могу сказать, что это полностью плюс. Как дивно не звучит. Потому что, на жаль, Россия настояла, это зафиксировано. Она контролюватиме кордон, державный кордон Украины, аж до конца года. Это означает, что она будет возить и дальше технику и оружие. Я насколько я понимаю, это не более проблемное было вопрос. Мы даже с Леонидом Сучьим говорили, будет это интервью сегодня в эфире. Абсолютно правильно. Потому что, на самом деле, подивите, не можно Путину верить. Это враг-агресор. Даже в течение ночи, когда вся Украина, я думаю, безперебильщая, все ваши глядачи, чекала, чем же завершится эти долгие переговоры. За ту самую ночь Путин ввез 50 танков, 40 бренд-транспортеров и 40 систем залпового огня РАД «Смерш» и «Ураган». Он внес сюда смерть. Далее. Он сказал, что он не будет выполнять Минские домовленности. Потому что они не частью проблемы. Россия типа над схваткой. Россия типа гарант. Поэтому ожидать, что Путин изменит свою позицию, не можно. Я хотел бы, чтобы люди понимали, что она ждет вперед. Это не вопрос, что они успешные и успешные переговоры. Ясно, что они не были успешными. Но сделали максимум возможное. Но теперь понимаете, какая цена. Потому что, на самом деле, что сейчас думал Путин? Мало того, что он вышел из небыдя, снова он царь. Выходит, что он встречается с мирными лидерами. Но он, фактически, разделил нашу страну на три части. Первый Крым, который он забрал. И про Крым в этих угодах нет никакого слова. Крым уже даже не говорится. Европейцами, на жаль, так же. Вторая часть – это оккупирование территории. Причем с невизначенными межами. Потому что они наполягают на той линии, в огне, которая есть. А ДНР и ЛНР вообще наполягают на административных межах Донецка и Луганск. И третья часть – это мы с вами. Те, которые остались на залишках территории, которые теперь, согласно этих договоров, должны платить из государственного бюджета террористам. Простить им, геть, все. За ради них нести изменения в Конституции. Причем я хотел бы, чтобы наши люди понимали, потому что это цена, которую нужно будет або платить, або выправлять в парламенте. Потому что, я хочу наголосить, Путин – это представитель страны, которая президентская республика. И он решил, что так и будет. У нас Порошенко представляет парламентскую президентскую республику. И чтобы реализовать подписанные там угоды, нужно с десяток минимум законов принять. Не факт, что они будут приняты. Так вот, финансирование террористов будет идти за захищенными статьями бюджета, после подписанных договоров. И что это означает? Если не будет достаточно в Черкасах, в Львове, или еще где-то лекарям, вчителям, то никого не цікавит. Вот Донецк, Луганск, эти республики, нужно будет финансировать 100%. И так не только три года, как записано в законе про особоевый статус, а Путин наполег, чтобы этот закон действовал постоянно. Вот если люди наши готовы платить это, тогда это будет цена. Если нет, эта проблема выникнет потом в парламенте, и я думаю, что дальше нас ждет попереду проблем. Ну, давайте, как мы сделаем? Оскільки вы просто сгадываете законы, парламент у нас сегодня против программы. Я хочу глядачам сказать, у нас сегодня на протяжении программы будет на прямой связи глава парламента. Мы именно ему эти вопросы и адресуем. Все-таки, какие законы в ближайшее время намерен принимать парламент для того, чтобы реализовать Минские договоренности? Андрей Степанович, я про план Б вас хочу запитать. Еду на счет. Выбачьте, у нас зараз Нью-Йорк заявился на звездку. Я до вас повернусь буквально за килька хвалын. Только что у нас на связи появился Нью-Йорк. Там сегодня готовится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Совбез собирается по требованию российской стороны. Ну и само заседание начнется буквально в ближайшие часы. Мы будем ждать его начала. Дмитрий Иловский с нами на связи, наш американский корреспондент. Дмитрий, а вот проект резолюции Совбеза вам уже удалось увидеть, что там написано? Дима, добрый вечер. Действительно, удалось узнать кое-какие подробности. Сегодняшнее утро в Нью-Йорке и в Совбезе ООН никак нельзя назвать мирным, тихим и спокойным. С поздней ночи, со вчерашней поздней ночи, продолжаются консультации. Вот поэтому довольно спорному и довольно резонансному проекту резолюции, который предложила накануне Российской Федерации и представитель России в ООН. Документ занимает немного, всего лишь страничку с небольшим, но вокруг вот этих буквально нескольких предложений идут ожесточенные баталии, очень много консультаций, очень много сейчас представителей стран, которые принимают участие в работе ООН, созваниваются с своими главами государств, с главами внешнеполитических ведомств. Но немного подробнее предполагалось, что эта резолюция будет полностью отражать вот эти самые минские договоренности. В принципе, по идее, ну как бы ничего плохого, почему бы и нет. Но, как нам удалось выяснить, все-таки эта резолюция носит очень пророссийский характер и очень много там всего возложено именно на Украину. То есть, все ответственности, все, что касается выполнения этих минских требований, вот во всем Виталий Чуркин, поспред России при ООН, предлагается винить Украину, предлагает, чтобы все смотрели именно за тем, как действует Киев в этой ситуации, а не как Москва и не как лидеры так называемых ДНР и ЛНР. Ну, прямо перед эфиром мы встретились с постоянным представителем Украины в ООН, с Юрием Сергеевым. Давайте послушаем его комментарии нашему телеканалу. Важно, конечно, чтобы в этой резолюции было бы отражено и повторено то, что члены Совета Безопасности говорили в течение всего года, в один голос, а именно поддержка территориальной целостности, единство Украины, признание Украины и уважение тех границ, которых нас признали как страну в начале 90-х, все это должно быть отражено. Дмитрий, ну, Виталий Чуркин, вы его упомянули, это тот самый человек, который пользовался правом ВЕТА, когда обсуждались другие резолюции по Украине, там не один десяток. Я так понимаю, что если в этот раз Россия будет настаивать на резолюции, которая не устроит нашу страну, то найдутся страны, члены Совета, которые просто тоже используют право ВЕТА, или, по крайней мере, не дадут этот документ принять. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Дима, западные партнеры Украины должны будут использовать свое право ВЕТА в совбезении, только Россией, надо признать, им можно пользоваться. И в случае, если все-таки не удастся достичь какого-то консенсуса по российской резолюции, определенная или Америка, или кто-то из европейских держав все-таки проголосует против, использует свое право ВЕТА. Но надо сказать, что сроки постоянно сдвигаются, сроки рассмотрения этой резолюции сдвигаются, идут очень активные, очень, я бы сказал, даже ожесточенные консультации вот насчет этого документа. И, по идее, даже сначала говорили, что будет вот через два часа рассмотрена эта резолюция. Теперь уже непонятно. Видимо, ближе к вечеру Собес, он все-таки соберется вместе, как-то более или менее публично, для того, чтобы рассмотреть этот довольно спорный документ. Дмитрий, давайте мы так договоримся. У нас эфир идет порядка двух часов, поэтому где-то к окончанию нашего выпуска мы просто ждем от вас информации, включения репортажа, собрался ли Совет Безопасности, и вот какова расстановка сил. Ну, тот же Китай поддержит ли он Россию. У меня последний вопрос, просто время спутника дорого. Скажите, в Соединенных Штатах и в Европе какие сегодня делались заявления? Как оценивают минские договоренности? Ну, за реакцией Соединенных Штатов на этой неделе было следить, на самом деле, крайне интересно. Дело в том, что сначала, буквально на следующий день после Минска, Госдеп приветствовал достигнутые договоренности. Очень много позитивного говорилось о том, что все-таки вот есть прогресс, пошел мирный процесс. Но потом появились различные нюансы. На этой неделе сначала Джан Псаки, официальный представитель Госдепа, сказала о том, что у них есть данные, спутниковые доказательства того, что вокруг Дебальцева действует часть российской армии и поставляется техника. А позже, буквально накануне, и глава Госдепа Джон Керри, госсекретарь, поговорил со своим российским коллегом Сергеем Лавровым. И, как нам стало известно, Керри предостерег Лаврова от дальнейшей агрессии, от дальнейшей оскалации конфликта. Но что касается Белого дома, то на этой неделе до Минска шли очень активные разговоры насчет поставок оружия, поставок летального оружия Киеву, прежде всего противотанковых ракет и радиолокационных комплексов. Но вот после Минска как-то эти разговоры пошли на нет, даже несмотря на то, что, казалось бы, главу Пентагона утвердили, а он выступал за поставки оружия. Но теперь, что касается Европы, там тоже довольно неоднородная реакция. Кто-то говорит о том, что определенно от переговоров выигрывал Кремль, кто-то говорит, что главное, что будет хоть какое-то перемирие. Но, пожалуй, лучше всего ситуацию сформулировала Ангела Меркель, от которой сейчас действительно очень многое зависит. Если мы можем послушать ее комментарий, который она давает, довольно важный, потому что она говорит, что на самом деле надо следить за Россией, надо многого ожидать от России. Дмитрий, спасибо большое за включение. Ну и вот вы оружие упомянули, вы просто не слышали. Мы говорили буквально перед вами с министром иностранных дел. Все-таки Украина не останавливает этот процесс переговоров по поводу оружия. Все-таки Украина просит оружие у Америки. И ждем с вами связь буквально там в течение часа-полутора. Я напомню, мы говорили с Нью-Йорком, там наш корреспондент Дмитрий Иловский. Ну и ситуация в том, что в Нью-Йорке должен собраться Совет Безопасности ООН. Та структура, которая много раз пыталась принять заявление по Украине, Россия была против. И вот теперь сама Россия пытается продавить документ, текст которого до сих пор пока что непонятен. Будем ждать подробностей. Продолжим. Антонис Панч, я хотел бы вернуться к главному вопросу. Вот план Б для Украины в этих условиях, в сегодняшних условиях, когда есть неопределенность Дебальцев, но тем не менее есть позитив, что стрельба остановлена. Всю передышку требует выкрасить именно для того, чтобы дотоварить реальный план Б и быть готовыми реализовать то, когда Путин передали. Вот та дискуссия, которая сейчас была с Юроком, показала еще раз. Насправді цинізм Путина. До того, вы правильно подметили, они несколько десятков резолюций по Украине заблокировали. А тут раптом сами вносят и хотят, чтобы ООН, Рада безопасности, затвердила Минские уводы. Ясно, что они им выгодны. Потому что он утворил не просто Приднестровье, а еще и Гиршина на Донбассе. Потому что Кишинев не платит за Приднестровье, а нас застали платить. Что делать? Как рукается в Украине? Если мы говорим про дипломатичный вимир, значит, надо доказать максимум для того, чтобы установить союзные отношения США с Великой Британией. Самые эти страны, которые подписали в 1994 году Будапештский меморандум, не выполнили свои обязанности, а именно они могут поставить нам оружие. Эта оружия нужна раз. Другой, инструкторы для подготовки наших войск. Подготовить несколько боевых бригад и дальше двигаться в этом направлении, реформировав нашу армию, национальную говардию и так далее. Не остановиться, пока все перемирие. Далее, третье. Все-таки нужно зафиксировать свое будущее. Потому что, на жаль, если вы прочитаете уважно Минские уводы, там закрыт нам шлях до Европейского Союза. Это раньше не было. Это появилось в Минске. Вот эти коммуникает четырех президентов, ну, Меркель и трех президентов, там передбачено те, против чего Украина и Европа выступали протягом року. Что наша отношение с Евросоюзом, это двусторонние отношения. Там передбачено переговоры для учета российских озабоченностей. Это означает, что не только НАТО нам перекрыли. Потому что Оланд, едущи туда, сказал, что мы снимаем озабоченность россиян, Украина не будет принята в НАТО. Но и Европейский Союз так же. Что это означает? Это означает, что зараз, плачевшим эту цену, мы должны понимать, что на много десятилетий мы либо оставим открытое для себя, то, которое мы будем выбирать, або нет. Вот почему не может остановиться. Если подсумевать, ваш план, то есть, хоть мир готовится к войне, вот это, это главное, что это... Но я хочу, чтобы мы эту передвижку использовали в 10 раз эффективнее, чем в предыдущих 5 месяцев тех самых перемирий, которые были. Потому что Путин, повторюю, не остановится. Ему не интересен только Донбасс. Он хочет подорвать всю центральную и Схидную Европу. Значит, надо быть готовыми. И для того, союзные отношения с Штатами, военно-техническая допомога, Британия, и дальше работать на месте нашей армии. И еще, не Путин винный в том, что обвалили гривню, не Путин винный в том, что у нас коррупция, поэтому загальна довера до влади має бути отновлена. Не слепа вера, а довера. Тогда не будет проблем с мобилизацией, тогда не будет проблем с единствой, тогда не будет пятой колоной. Оцептания не меньше важливые, чем, на самом деле, линяя фронта. Дякую. 5 пунктов от Анатолия Гриценко про его план Б, який, в принципе, я думаю, много кто поддерживает. Дякую, что были в нашей студии. Дякую вам. И экстренное сообщение. Боевики, ну вот это подтверждают информагентства, боевики заявили, что по-прежнему будут атаковать в районе Дебальцево. Мониторинговая миссия у ОБСЕ тоже, вот есть сообщение, подтвердила, что обстрелы не прекратились. Также боевики предъявили ультиматум 40-му батальону в Дебальцево до 23-х часов сегодняшнего дня сдать позиции и выйти без оружия. И сегодня первый спокойный день в Мариуполе. ОБСЕ не зафиксировало там обстрелов, и на связи с нами из Мариуполя Константин Ботовский, советник экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Константин, вечер добрый. Скажите, ситуация в Мариуполе и ваши прогнозы, как она будет развиваться? Здравствуйте. Сегодня действительно был тот день, когда мариупольцы сказали друг другу доброе утро. Вчера была абсолютно нетерпимая канонада. На протяжении всего дня шла артиллерийская дуэль. Сегодня артиллерия замолчала, но тем не менее без эксцессов не обходится. Периодически вспыхивают столкновения с применением стрелкового оружия вокруг поселка Широкино. И, к сожалению, сегодня был инцидент, слава богу, он благополучно закончился с миссией Красного Креста Украины, которая выехала для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде в Широкино. И было, видимо, заплукало, и каким-то образом было остановлено под рулем ДНР. Но, слава богу, все обошлось, люди остались в целости и сохранности. Но, действительно, все жители возлагают огромные надежды на это перемирие, потому что жить в условиях войны, Мариуполь, прифронтовой город, было достаточно тяжело и психологически, и морально. В город часто подвергался паническим настроениям, паническим атакам. Очень непарадоксально это признавать, но хорошо работала ДНР, распространяя здесь панические слухи. Слава богу, ни один из них не подтвердился, и жители Мариуполя, надеюсь, уже начинают верить только тому, что они видят, а не тому, что они слышат или где-то в транспорте, или где-то читают в интернете. Константин, вы мне скажите, вот у вас, как у человека с опытом, есть ощущение, что это уже все-таки мир, а вот невременная передышка? Боюсь, все достаточно зыбко. Единственное, чего хочет Мариуполь, чего хотят люди здесь, это чтобы этот кошмар побыстрее кончился, но все прекрасно понимают, что пока враг непосредственно находится так близко, это будет создавать постоянные риски и опасности. Поэтому более всего жители нашего города хотели бы, чтобы был восстановлен контроль над границей как можно скорее, тогда, естественно, город будет жить в безопасности. Но мы благодарны нашим армейцам за то, что они отодвинули линию фронта, Мариуполь обстреливался из градов регулярно, самый страшный эпизод был 24 января, когда в результате обстрела микрорайона Широкий, Восточный погиб 31 человек, наши воины отодвинули линию огня, сделали невозможным для врагов обстрел с тех близких позиций, как они это раньше делали. Но, тем не менее, ощущение такой вот зыбкости, оно сохраняется. Все достаточно зыбко. Спасибо большое. Будем надеяться, что вот это даже зыбкое равновесие все-таки не будет нарушено, что минские договоренности будут работать. Но продолжим. Еще одна из самых острых проблем и сегодняшнего дня и всей этой недели беженцы. Всего до войны в Луганской и Донецкой областях жили 6,5 миллионов человек. А с начала войны 1 миллион уехали в другие регионы Украины и еще почти миллион в Россию. Тем не менее, еще около 4 миллионов человек, вот задумайтесь над этой цифрой, 4 миллиона человек находятся в этих областях, в том числе и на оккупированных территориях. Мы специально попросили обычного луганчанина поснимать свое любительское видео на мобильный телефон. Свою жизнь, то, что происходит на его глазах. И вот, что он нам прислал. Эти поездки так и называются пенсионные туры. Путь на большую землю, где можно получить деньги в банке, закрыт. Поэтому старикам приходится ездить за своими кровными через две границы. Звоню по одному из объявлений. Если из Луганска 750 гривен штрафа, взятка пограничникам иными словами, беженцы едут за вещами или в мирную Украину тем же путем. Деньги немалые, 900 гривен в один конец, да и путь нем близкий, изматывающий. На российской таможне автобус простоял 8 часов. Затем нас пересадили в другой и мы поехали на Изварину по 50 гривен, чтобы пройти городом быстрее. Приехали мы практически под комендантский час. После 11 проезд по городу только на такси и за бешеные деньги. Вызвать такси уже в 10 по телефону было нереально. Конечно, после того, как границы закрыли, цены на проезд резко подорожали. Кстати, тут родился еще один вид бизнеса. Водитель обналичит на большой земле твою пенсионную карточку всего за 10% от суммы. Продолжим подробности недели. Мы в прямом эфире и с нами в студии Юлия Левочкина, народный депутат и замглавы мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Ваши ощущения? Вот, наконец, перемирие, тот план, который предлагал оппозиционный блок, он во многом перекликается с минскими договоренностями. Вы чувствуете, вы предполагаете, вы надеете, что вот, наконец-то, сегодняшний день, мы, безусловно, надеемся на это перемирие и что вот эти минские договоренности, Минск-2 позволят нам установить устойчивый мир в нашей стране. Вы знаете, я уверена в том, что украинцы устали от войны. Украинцы хотят единственного, это мира. И поэтому не только оппозиция, но и власть во всех ее институтах и во всех должностных лицах должна бороться за устойчивый мир, а не за продолжение войны. И здесь вот в Минске договоренности Минск-2 по моему мнению имеют большой потенциал. Конечно, мы тоже с осторожностью, с большой надеждой смотрим на вот это временное прекращение огня. Мы знаем, что миссия АБСЕ зафиксировала прекращение огня. Мы знаем, что где на определенных участках продолжают стрелять. И все-таки вот с большой надеждой смотрим в будущее. Конечно, важно, чтобы эти минские соглашения были наполнены еще реальными шагами и смыслом. И здесь мы предлагаем, как оппозиционный блок, мы предлагаем ряд шагов. И вот совершенно не ко времени, мне кажется, парламент ушел на двухнедельный отдых. Сейчас бы как раз надо было бы разрабатывать и наполнять смыслом отдельные пункты минских соглашений. А можете перечислить, что конкретно? Ну, если вы помните, то прямым таким путем вернуть территорию в подуправление Украины как государство является проведение выборов на этих территориях под украинским законодательством. Просто предусмотрено минскими договоренностями. и в минских договоренностях звучит такая фраза модальности этих выборов. И здесь, естественно, модальности этих выборов должен был разрабатывать украинский парламент. Это должно быть по украинским законам. Именно поэтому оппозиционный блок предлагал и предлагает до сих пор создать комитет по вопросам Донбасса, который бы занимался как раз разработкой этих детальных вещей. Кроме того, мы все говорим много о децентрализации. Мы говорим, что это ответ на многие вопросы и вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной. И здесь тоже здесь нужно работать. Эта работа это работа законодательная. И я думаю, что именно таким путем мы сможем прийти к миру. Вы знаете, я с вами про беженцев хотел поговорить. Вот только что я привел статистику. Я знаю, что вы этот вопрос в том числе и в ПАСЭ поднимали. У нас есть сюжет. Давайте его посмотрим. Мы просто после этого обсудим. Наш корреспондент Сергей Кудимов провел один день с беженцами. Ну и вот что он увидел. Меня зовут Роман. 23 года жил в городе Горловка, Донецкая область. Меня зовут Оксана. Тоже 23 года. Я из города Горловки, Донецкая область. Я работал на шахте. Я работала продавцом в супермаркете. Мы оттуда уехали 20 января. Был такой случай перед тем, как выехать. У меня живот схватил сильно. Мы думали, что я и рожу в этом. Была черная бандушка, снаряды рядом совсем здесь положились. Ну, естественно, перепугалась. Мы неделю где-то отходили от всего-то. На каждый шорох просыпались. На улице идешь, летит самолет, а уже так вот смотришь на небо там. Все, думали, сейчас начнется. В то воскресенье нас повенчали. Здесь прямо? Да, на первом этаже есть комната. В этом храме мы обвенчались. Вот здесь проходила церемония нашего овенчания. Все желающие. Кто-кто хотел, тот прошел. Весь центр. Весь центр был. Пошел, когда идут? А-а-а! Пока! С утра вот встаем, позавтракали, съездила, то ли в больницу, то ли еще какие-то дела порешать надо. Занимаемся делами. Ну, приезжаем, отдыхаем. Иногда вот на озеро ходим, здесь озеро прекрасное есть. Ну, на свежем воздухе повалять. У нас каждая комната дежурит, по кухне. Вот. Ну, друг другу помогаем. Сегодня в разе мы готовим салат оливье. Это у нас основа будет для чего? Для майонеза. Майонеза, да. Мы сейчас добавляем почистить масло, взбиваем, 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 и в конце, я надеюсь, у нас получится майонез. 40 человек. Сегодня его съедят. Сегодня его съедят. Как дома? Вот здесь мы стираемся. Так. Упс, ну, придется подождать, машинки заняты. Вот я здесь сплю. Вот игрушки, мы играем сейчас с Элей. Мы тут уже живем 8 месяцев. Честновато. Тут шумят все. Здравствуйте, ребята. Ну что, играем? Едут уже. Здравствуйте. Как тебя зовут? Замя Александр. А тебя? Меня в Америке в Америке. А что больше всего вам здесь нравится? Расскажите. Окно. Я сейчас морозу. Иди, сколько у меня потолков. Очень тяжело. Нету ни денег, ни еды, ничего нету. Ходим, просим у людей. Спасибо. Людям помогают. Дети болеют постоянно. Сестра! Лети! Люди обогреваются конвекторами, которые включаются в электричество. Сеть. Конечно, сеть она не выдерживает, потому что очень большая нагрузка. Мы все это время, с осени, с лета, заготавливаем ангар с дровами в надежде на то, что все-таки появится возможность включить котельную. И котельная наша на дровах и пилетах, поэтому мы все это время заготавливаем дрова. Саша, ну я так понимаю, что работу вы все-таки ищите, не сидите. Конечно. Люди приехали уже, как бы, имея опыт и может спокойно справиться с любой сложностью работы. Так вот, проходим, отклеиваем. Может быть, сейчас, конечно, еще не сезон, но возможно, что-то где-то получится. Мы рады людям помочь. Может быть, нас угадарят. Вы домой возвращаться? Да, смысла нет, и после войны как бы тоже нескоро все это навалится. Я не верю ни в какое перемирие. После прошлого перемирия подписания мы вернулись домой и все продолжилось. А мы каждый день, каждый вечер молимся о мире, о тех ребятах, которые в зоне АТО находятся. Ну, вот такая история, вот такая жизнь. Малыши камеры увидали и радовались, а взрослые больше о проблемах говорят. Скажите, ну вот у нас миллион беженцев только в самой Украине и только по официальной статистике, не факт, что она правильная. Что можно сделать для них сейчас? Вы знаете, сделать прежде всего нужно установить мир. Это первое, что решает проблему не только беженцев. Есть три категории граждан, пострадавших в результате этого конфликта. Это люди, которые находятся в зоне конфликта, это люди, внутренние переселенцы, которые переехали на территорию Украины, люди, которые бежали в другие страны. Вот они именно являются беженцами. Все эти проблемы взаимосвязаны. Чем хуже условия война, отсутствия социальных выплат, отсутствия государственных услуг на территории зоны конфликта, тем больше людей уезжают от других стран, тем больше людей мигрируют в Украину. То есть, не решая главную проблему, мы в принципе не решим. Не решая главную проблему, мы не решим проблему этих людей. Ну, конечно, после принятия указа президента и ряда актов Кабинета министров, чудовищного, я считаю, характера решения прекратить социальные выплаты, решения прекратить выплаты больницам, школам, приостановить работу банковской системы. Мы, как оппозиционный блок, обращались во все институты, которые только возможны внутри страны. Мы обращались в административные суды, мы подали ходатайство в конституционный суд, нас не слышали. Поэтому все свои усилия мы сосредоточили на международную арену. И я, как депутат-международник, занималась последовательно тем, чтобы об этой гуманитарной катастрофе знали вовне страны. На всех международных площадках я поднимала только один вопрос. Вопрос нарушения прав человека. Это граждане в зоне АТО, это переселенцы, это беженцы, это украинцы в Крыму. И результатом этих многочисленных усилий, в том числе наших депутатов, мы достигли нескольких вещей. Во-первых, это резолюция ПСЭ, в которой по мигрантам, в которой очень четко зафиксированы обязательства украинского государства восстановить все государственные услуги на территории конфликта. Разработать долгосрочную программу в отношении переселенцев. Это жилье, это обеспечение работой и так далее. Вторым таким существенным документом являются Минские соглашения. Даже в декларации трех президентов и одного канцлера глубокое уважение, большая благодарность за те усилия, которые она делает для Украины, зафиксировано, что Франция и Германия готовы помогать устанавливать банковские услуги, возобновить работу банковской системы на территории конфликта. Я вас хотел спросить, в принципе, проблема серьезная, есть ощущение, что ее можно решать долго, но после Минских договоренностей есть какие-то конкретные шаги, которые действительно могут быть сделаны для этих людей, в том числе не только для миллионов, которые здесь внутренние переселенцы, для тех четырех миллионов, которые до сих пор остались в той зоне. Вне зависимости от результатов этих соглашений, мы, конечно, все надеемся на мир, вопрос гуманитарной катастрофы нужно решать. И здесь, конечно, нужно усилия нашего правительства, которое пока что между тремя ведомствами, извините, даже не может установить точную цифру по переселенцам. И мы сейчас ориентируемся на цифры международных организаций. Ну, во-первых, вывоз граждан с территории конфликта безопасны, потому что сейчас это какие-то черные автобусы, наличные деньги и так далее. Во-вторых, это обеспечение жильем. В-третьих, мы предлагаем, как оппозиционный блок, вносим эти законопроекты, создание рыночных механизмов для создания рабочих мест для этих людей. Работодателю сейчас в условиях экономического кризиса очень тяжело брать на работу переселенцев, обязывать их это делать. Поэтому мы предлагаем механизмы уменьшения налогов и так далее, для того, чтобы было интересно брать на работу переселенцев. Кроме того, социальные выплаты для переселенцев должны быть реально отражающими действительность. Это не должны быть копейки, на которые невозможно существовать. Ну и самое главное, чтобы они дошли до них, чтобы банковская система работала, чтобы не было вот этих пенсионных туров, по которым... Убивает еще что? Убивает этот формальный подход. Вот какой-то справки у тебя нет, тебя отфутболивают. Вы не представляете, какое количество обращений граждан ко мне поступает, и я просто не понаслышке знаю об этих проблемах. Но честно вам говорю, просто разрывается сердце. Я тоже мать троих детей, я на секундочку себе представляю, что это такое потерять жизнь. Ребенок не ходит в сад, не ходит в школу, на улице с детьми и без работы. Вот когда власть принимает решение, она должна думать об этом. Спасибо большое. Юлия Левочкина была в нашей студии. Это подробности недели. Мы прервемся для того, чтобы вернувшись ровно через 9 минут показать вам эксклюзивное интервью с президентом Кучмой. Он расскажет закулисные детали о том, как проходили минские переговоры. Ну, а еще вызовем на связь главу парламента и узнаем, какие законы будут приниматься для того, чтобы минские договоренности были реализованы. Встретимся ровно через 9 минут. Не переключайте. Встретимся ровно Встретимся ровно Встретимся ровно Встретимся ровно Встретимся ровно И все время, пока они длились, все это долгое время, есть человек, который знал очень многое, но не давал никаких интервью. Не давал даже коротких комментариев. Видимо, чтобы не навредить, чтобы его слова не были истолкованы привратно. И вот только сейчас, впервые, мы можем узнать неизвестные детали, что же происходило за закрытыми дверями Минской встречи. Второй президент Украины, Леонид Кучма, эксклюзивно для подробностей недели. Самые сложные переговоры были для нашего президента. Потому что это были не переговоры, это были, в принципе, боевые действия, только без оружия, а главным оружием было слово. Вы же прекрасно понимаете, какой уровень напруги был по переговорному процессу с представителем, так называемого ДНР и ЛНР. Потому что желание у них достигнуть какого-то консенсуса, а самое главное, желание достигнуть мира на этой бедной, так сказать, земле, у них, как вы понимаете, не было. Контактная группа должна была вместе с Захарченко и ЛНР подписать этот документ, передать четырем президентам. Они должны были выйти в прессе, благословить этот документ и сказать, ребята, давайте дальше жить дружно. Но когда мы засели за стол вместе с Плотницким и Захарченко подписывать документ, то они сделали заявление, мы этот документ подписывать не будем. Нас он не устраивает. И начали с того, что вот ваши должны, ваши сегодня в котле, в железнодорожной станции, главный узел на Донбассе. Мы им предлагаем записать, что они поднимают ручки, сдают оружие, мы их с Богом отпускаем, ну и так далее по этому документу. Ну, конечно, это была немая сцена, в принципе, и в том числе сразу же информацию получила четверка. Чуть ли не разъехались снова, так сказать. Ну, тайм-ау взяли, так сказать. Единственное в этом документе изменилось. Единственное. Хотя замечаний было со стороны Донбасса много. Вместо 14-го числа с 8.00 прекратить всякие военные действия, появилось время 0 часов 15-го числа. Или мы начали 24 часа 14-го числа. Вот это единственное, что изменилось в том документе. Но вот эта ситуация настолько повлияла на главных переговорщиков, что они должны были выйти четвером перед всей прессой, а прессой там было до 500 человек, и объявить такое решение, и благословить это решение. Но каждый потом выступал в одиночку. Прорыв я вижу в том, что мы посадили за стол европейцев, Путина и Украину. Что европейцы, в том числе и Путин, взял на себя ответственность за те документы, которые были подписаны в Минске. Одно дело, как говорят, бой наблюдать со стороны, а второе дело, действительно, в всем месте принять какое-то решение. Оно, конечно, недосконально. Конечно, нам бы хотелось больше. Ну, я думаю, в главном Украина заняла абсолютно правильную позицию. Если после 15-го числа, 0-0 по времени, будут продолжать военные действия, то совсем иной разговор, мне так кажется, будет с Россией, с Путиным. Можете себе представить, в каком положении окажутся Меркель, Саланды, в том числе Обама, который 4 часа ввел за день разговор с президентом Путиным. В каком положении они будут? То есть, это человек, с которым можно вести переговоры и договариваться? Или то, что до сегодняшнего дня было? Для нас самый главный вопрос – это граница российско-украинская, украинско-российская. Если мы не будем держать границу, как говорят, на замке, то надеяться на прочный мир у нас нет никаких оснований. Это та ситуация, когда Россия будет подбрасывать дровишки у костер, так сказать, чтобы все время, так сказать, пламя тут в Украине поддерживалось. А оно же не может замыкаться только на территории Донбасса. Оно может распространяться, это такая, знаете, холера, которая будет распространяться на другие наши регионы. Поэтому это вопрос из вопросов, и я думаю, что в поле зрения власти всей нашей на будущее должен быть этот вопрос. Я хотел бы увидеть более активную позицию европейцев, потому что я понимаю под давлением их внутренним бизнеса их, они стараются, давайте побыстрее мы украинский вопрос закроем и начнем нормально жить с Россией, потому что огромнейший российский рынок, вот так для Европы нужен. После 15-го пример числа будет или пример того, что мы сдвинемся с мертвой точки, или Европу в том числе вынуждены принимать самые жестокие санкции по отношению к Российской Федерации, потому что у нее тоже на сегодняшний день нет выхода. На алтарь, как говорят, Отечество, в первую очередь Меркель поставила свою алтарьке. Мы не можем ожидать, так сказать, что да, там сразу такой-то мир, но мы хотя бы предпосылки делаем, отводим, тяжелое вооружение, а самое главное, даем слово, дали слово. Вот посмотрим цену слова. Спасибо большое за интервью. И снова о последствиях этой войны. Посттравматический синдром у военных, вот так его называют психотерапевты, психотерапевты, ну а многие теперь просто говорят, донбасский, донбасский синдром. Он может продолжаться до 20 лет, если бойцам, которые возвращаются с фронта после антитеррористической операции, не проводить реабилитацию. Они возвращаются. Возвращаются с передовой, но продолжают воевать. И уже теперь не только на фронте, но и собственными страхами. А еще с бюрократией и со всеобщим равнодушием. И от этого больно еще сильнее. Странное явление. Донбасский синдром есть, а государству до этого дела нет. Ирина Механик об этом. Ого! Когда ты попадаешь под обстрел, ты думаешь, слава богу, я выжил. А когда ты приходишь сюда, после вот этого очередного дня, месяца гоняния по МСЭКам, ВЛК, по госпиталям, ночью, когда ты в очередной раз, у тебя дико болит голова, ты не можешь заснуть. И вот ты думаешь одну фразу. Какого хрена я выжил? Наши люди больше напуганы. Они больше уязвимы на сегодняшний день, чем те, которые прошли войну 45-го года. Максим и Сергей из одного батальона. Рядовой и замком роты. Один серьезно контуженный, другой с тяжелыми ранениями ног. В госпитале, когда лежал, это первые дни в Харькове. Там, я не помню, либо машина засвистела, либо это. У меня просто вместе с капельницей, с кровати под кровать. Я боялся выписываться из госпиталя из-за того, что я не знал, о чем. Вот я приду домой, я не знал, о чем поговорить со всеми окружающими. Когда возвращаешься сюда к гражданской жизни, то, что ты можешь сказать, на тебя просто посмотрят, блин, с квадратными глазами. И вот я считаю, что лучшие психологи сейчас для нас самих – это МИСАГО. Они живут, скажем так, в мирное время, но военными мерками. У многих есть проявление тоже острого стрессового состояния, которое может потом в любой момент трансформироваться в посттравматическое стрессовое расстройство. Говорят, у всех посттравматичный синдром, как вы говорите в Донецке. Синдром, да, когда люди постоянно живут в войне. Но ты приходишь домой, а тебя еще хуже. Война ждет. Там, по крайней мере, ты знаешь, вот ты, вот вора. Там все честно, а тут, получается, тебя по кабинетам непонятно, с кем ты тут воюешь. Такое ощущение, что ты пришел на вторую войну. И война у тебя, мало того, что тут уже не заканчивается, она набирает именно больше оборот, чем там. После контузии, вместо того, чтобы расслабиться и получить психологическую реабилитацию, Максим отправился штурмовать больничные кабинеты. Ему даже инвалидность не дают. Я бегаю туда, получи справку, а потом получи справку о том, что ты получил справку, а потом тебе еще говорят, а давайте мы твое ранение переделаем на заболевание, после чего ты сможешь пройти. Ну, сэк. Когда сталкиваешься с замкнутым кругом, ты бегаешь до тех пор, пока действительно не опускаются руки. Это ощущение не передашь. Мы все думаем, так, пришел человек с войны, отвели его к психологу, он его поправил, почистил, где-то таблетку дал, где-то без таблетки, и вернул человека в нормальное свое состояние, в котором он существовал до этого и будет существовать после этого, потому что обязан. Мирное время наступило, а это невозможно. Это первое, что нужно понимать. И ни в коем случае нельзя ждать от этих людей вот этих вот быстрых изменений и вообще возвращения в тот образ, в котором он находился до войны. Антизепрессанты не спасают. Максим сам придумал, как справляться с такими состояниями. Я за целый день сейчас загружаю себя, стараюсь так, то есть этими общественными делами, звонками со своими сослуживцами. И психолог мне пока не может помочь, потому что это должен быть психолог, по крайней мере тот, который был там. Мы общаемся с ребятами, что не даем, стараемся не дать друг другу завязнуть себе со своими проблемами. Я ему никогда не дам увязнуть себе. Не только ему, и своими ребятами. Ночью он себя просто вот так накрывает, и ты не знаешь, куда себя девать, потому что ты не видишь выхода. Только семья тебя может вытянуть. Потому что государство, ну ты не нужен, семья тебя вытягивает. И хорошо, если у тебя хорошая семья, но не у всех же благополучные семьи. У некоторых уже нету никого, ни мамы, ни папы, ни жены. То есть, а что этим людям делать? И что именно в дальнейшем с этими людьми будет, и какие они могут поступки сделать, это тоже не может сказать. Потому что через одного человека у нас на данный момент контужены. Елена Механик, Наталья Неделько, Сергей Ведмедь, Валентин Белич. Подробности недели, телеканал Интер. Ну, вот такая ситуация, вот такие жизненные истории, о которых, к сожалению, в СМИ мало говорят. Говорят в социальных сетях, говорят дома, на кухне. Два человека, с которыми мы прямо сейчас можем это обсудить и получить ответы на все вопросы у нас в студии. Вита Горбач, военный психолог. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И Бачо Корчалава, человек, который прошел четыре войны. Здравствуйте. И наверняка просто на собственном опыте может рассказать, каково это пережить и вот этот военный синдром, поствоенный синдром, и каково это быть беженцем. Скажите, ну вот давайте с самого начала начнем. Мы с вами сюжет посмотрели. Нас, возможно, могут упрекнуть, что мы там проблему раздуваем. С другой стороны, ну вот, огромное количество людей возвращается с фронта. Сейчас идет ротация. Тысячи людей возвращаются из зоны боевых действий. Что с ними происходит сейчас? И самое главное, что может произойти с теми, кто видел все, что происходит на фронте? Вот помните, когда после Афганистана многие говорили, да он афганец, что с него возьмешь. Не будет так, что скажут, он из зоны АТО, что взять с него? Хороший вопрос. Я начну с такой метафоры определенной. То есть есть такое племя, которое, когда начинается война, оно отправляет своих воинов на войну. Какая-то часть из них возвращается. Когда она возвращается, она не сразу возвращается туда, в этот поселок. Она проходит такой обряд трансформации. Это легенда или это реальная история? Это реальная история, да. И при этом присутствуют шаманы, они проводят разные ритуалы, очищения. И при этом какая-то часть тех, которые уже вернулись с войны, они все равно гибнут. И к этому достаточно спокойно относятся, потому что говорят, что, ну, значит, дух войны их забрал. А вот эта часть, которая осталась и выжила во время этой трансформации, она снова возвращается к себе в селенье. Она ведет свое хозяйство, но при этом они становятся экспертами. Они становятся старейшинами. И если в этом племени возникает какая-то сложная ситуация, они собираются на совет и решают какие-то сложные вопросы племени. То есть, на самом деле, вот эта вот история, она очень хорошо демонстрирует то, что происходит и с бойцами, и вообще происходит социально. То есть, какая-то и часть бойцов, она возвращается в живых. Но при этом от многих факторов зависит, вернутся ли они к себе в семью, и станут полноценными членами общества, и станут старейшинами, которыми будут обращаться за советами, или же, наоборот, вот этот дух войны их заберет. Скажите мне, насколько серьезны проблемы с теми, кто возвращается сейчас из зоны АТО? Может быть, люди сами этого не до конца понимают? Может быть, не до конца понимая, они и не готовы с этим работать? Потому что, когда не признаешь проблему, ну как с ней работать? Вы знаете, я бы назвала несколько таких ключевых пунктов отношения вообще к бойцам, да, и вообще основы работы с ними. Во-первых, это уважение, во-вторых, это честность, потому что, на самом деле, бойцы, которые возвращают, они очень наблюдательны, они точно узнают, если вы нечестно к ним относитесь, если вы лжете. То есть, вот здесь прозвучала такая фраза, что вряд ли мне поможет психолог, который там не был. На самом деле, психолог, который там не был, если он профессионал, он обязательно поможет. И здесь все зависит от филигранности работы с этим ветераном. Потому что, если, например, психолог скажет, ну я вас, конечно, понимаю, что вам было очень тяжело и сложно там на войне, а он подумает, ну как ты можешь меня понять, если ты со мной в окопе не был, и 8 часов тебя не обстреливал град, как ты можешь меня понять? Потому и близким, и психологам нужно одержаться от таких фраз, что я тебя понимаю. Мы можем просто сказать о том, что да, были такие случаи, я знаю, что такое происходит на войне, но я уважаю твои чувства, я уважаю твой опыт, и я уважаю то, что ты выжил. Спасибо вам за совет. Вы знаете, вот, наверное, это самое важное, что мы сегодня можем сделать. Я вас просто попрошу дать простые советы родственникам тех, кто вернулся с фронта. Бачо, а вы прошли 4 войны. Что по-вашему, вот вы можете простыми словами объяснить, а вот что это такое, поствоенный синдром, что происходит с человеком, который видел все это, был участие этого всего? Мне тяжело влиться, адаптироваться в жизнь, в мирную, где многие люди не совсем понимают, что такое находиться на войне. Но тут помимо психологов еще очень важно, чтобы лидеры мнений, которые есть среди военных, на самом деле немножко авторитарная система общения, да, то есть есть командиры, есть люди, которые сильнее становятся лидерами, да, кто-то. Очень важно, чтобы вот эти лидеры, которые всегда на шаг впереди, чтобы они не бросали своих бойцов, да, потому что от общения с этими командирами очень многое зависит. То есть важно, в какую среду ты попадешь. Мне повезло, я попал как раз в среду, где были вот сильные командиры, которые впоследствии стали там министрами обороны, начальниками генштаба. Ну вот те старейшины, о которых Витя говорит. Да, то есть это на самом деле вот та каста, которая выживает, они становятся самыми сильными в своей стране. Это лидеры общественного мнения не только уже в военной сфере, они и в военно-политической, и в политической, и в социальной. Вы знаете, хорошая тема, давайте вот после сюжета поговорим действительно о том, как тем ребятам, которые вернулись с фронта, ну, не просто адаптироваться к этой жизни, ну, что значит адаптироваться, а вот действительно стать настолько сильными, чтобы поменять эту страну. Надо адаптироваться, потому что жизнь на войне, в боевых условиях, она гораздо легче, и она многих... Есть у нас даже люди, которые там ездят специально после по войнам, они не могут отвыкнуть, не жить в невоенных условиях. Мы продолжим после истории. Еще одну историю, это история соседней страны, которая пережила три серьезных войны. Помните? Афганскую и две чеченские. А Россия, да. Уже несколько поколений мужчин живут только войной, она в культ возведена во многих регионах. И вот из Ставропольского края, Данил Русаков. Я нажал, и вот такая ямка будет полдня, полдня будет стоять. Ветеран-афганец, инвалид первой группы, Алексей Милостивый, спецсидя и ходит с трудом. Ветеран-афганец, инвалид первая группа, Алексей Милостивый, спецсидя и ходит с трудом. В семье воина-афганца есть еще один инвалид. Его родная мать пострадала, правда, на другой войне, Второй мировой. Однако о боевых действиях, причинивших столько страданий, здесь принято вспоминать с особым чувством гордости. Ну, мне кажется, мой папа герой. Мне кажется, что он молодец. То, что защищал нашу родину от нашего врага. О каких именно врагах идет речь, не уточняется. Папины медали дочь много раз видела. Алексей Милостивый хранит прямо возле кресла, на котором, по сути, живет и спит. Тема войны для небольшого промышленного города на Ставрополье Невиномыска особенно актуальна в последние 10 лет. Отсюда и до границы с Чеченской республикой всего-то каких-то 150 километров. Многие местные жители прошли через боевые действия. И домой вернулись инвалидами. И не только в физическом смысле. Есть целые микрорайоны, в которые заселяли бывших солдат. Во дворе одного из таких домов местные жители часто видят участника чеченской компании Александра Познякова. Вот это моя психушная справка. Как-то во время разруски снарядов разорвался снаряд неподалеку. Чем меня зацепило? Я не знаю. Осколком или камушком. Ну, в общем, ударило по голове. Я потерял сознание на какое-то время. В квартиру Александр посторонних не пускает. Местные жители мужчину часто видят возле этой помойки. Кадры любительской съемки. Капитан в звании, тоже участник боевых действий в Чечне, Олег Сайко, вышел на одиночный пикет к местной администрации. На нем призывы остановить произвол за свою гражданскую активность. Его как-то даже под конвоем доставили в психдиспансер. И полиция не возбуждает уголовного дела. Даже, понимаете, самое страшное, что в этом вопросе? Нарушение прав человека и свободы. Плакат до сих пор цел. Теперь это часть семейного архива. За право снять диагноз параноидальная шизофрения Олег Сайко продолжает бороться до сих пор. География протеста обширная. Она выходит за пределы невиномыска. По социальным вопросам, как военный кадровый офицер, инвалид войны, я пикетировал на Красной площади 8,5 лет. На территории, прилегающей к резиденции президента Российской Федерации. Так как мое ведомство подчиняется президенту. Федеральная агентство правительственной связи при президенте, которая не выполняла там решения суда, не ряд решений военных судов и не предоставляла мне жилье. Боевой опыт для всех этих людей страница жизни. Жизнь на гражданке худшее испытание. Может потому, что не смогли адаптироваться к мирной жизни. А может потому, что оказались никому не нужны. Из Ставропольского края России Данил Русаков, Олег Неведомский. Подробности недели. Телеканал Интер. Давайте продолжим. Как раз было время собраться с мыслями. Не столько отчертим проблемы, сколько вы могли бы сформулировать какие-то очень простые, важные жизненные советы. Для тех, кто нас сейчас смотрит, чьи родные вернулись с фронта. И кому тяжело привыкнуть к этой новой мирной жизни. Хочу сказать, что, во-первых, как это ни странно покажется, на войне иногда намного проще, чем в мирной жизни. Потому что то состояние... Конечно, там есть свои и чужие. Да, там есть компетные решения. Там все полярно. Совершенно верно, да. То есть здесь не нужно принимать самому решения. Не нужно ставить перед собой цели. Они уже поставлены. И все очень четко. Действительно, черно-белое. Есть враг. То есть есть орудия рядом. И я воюю, да. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать близким, что ваш близкий человек... Очень часто возникает такое отчуждение восприятия человека. То есть на него смотрят, и такое ощущение, что это чужой человек. То есть зачастую даже дети не воспринимают прибывшего с войны ветерана. И здесь очень важно что? Ну, во-первых, поддерживать связь постоянно. То есть пока он на фронте, обязательно должна быть связь. Ниточка, которая связывает его с мирной жизнью. Когда он уже здесь? Когда он уже здесь? Что нужно делать? Ну, во-первых, восстановить историю, общую историю, которую я утрачила. То есть, например, жена сидит вместе с мужем и рассказывает, что произошло за время, пока его не было. Это очень важно. Следующий момент... Чтобы человек пережил все то, что пропустил. Да. Все то, что пережила его семья без него. Да, да, совершенно верно. То есть, чтобы у них появилась, начала создаваться новая такая история. Следующий момент. Очень часто жены, например, или близкие ждут, что этот человек поменяется. На самом деле, у него уже есть войн внутри. И задача состоит в том, чтобы сделать этого воина мирным, который... Ну, и чтобы принять близких. Самая большая проблема в отношениях всегда, принимать людей такими, какими они есть или такими, как стали. А что бы вы посоветовали? Вот какие-то простые житейские советы для тех, кто... Ну, кому сложно сейчас в семье, рядом с ребятами, которые очень многое пережили. Самое важное, чтобы этим людям дали понять, что они нужны. Да, своей семье, своим близким и так далее. Потому что, если у них не будет вот этого предохранителя, вон там внутри в голове, они способны на очень непредсказуемые поступки. Тут, наверное, еще важно учесть один момент, что все равно какую-то часть из этих людей, вернувшихся, мы спасти не сможем. Выживут и станут сильными те, у кого сильный стержень внутри себя. Вас какими словами встречали, когда вы возвращались? По-разному. Я свой адрес выслушивал вплоть до слов, зачем вы воевали, кому это было нужно и так далее. Что вас поддержало больше всего? Какие слова? Меня поддержала мать и поддержали мои командиры, которые говорили, что придет время и это оценят. И это оценили. Со временем были приняты законы, которые не позволяли людям, не воевавшим, занимать какие-то ключевые должности во власти и так далее. И самое главное, мы очень плавно выходили из войны, нас полностью не выбросили. Мы сначала в МВД работали, в принципе, в тех же силовых структурах. И понемножку наше поколение, воевавшее, оно стало играть основную роль в политической жизни страны. Наверное, у нас так будет. Спасибо большое за разговор, спасибо, что были в студии. Важно, наверное, чтобы вот эти ребята, которые возвращались с фронта, все-таки менялись сами и меняли страну. Спасибо большое, что были с нами. Напомню, мы ждем связи с Нью-Йорком. Там вот-вот должно начаться заседание Совета Безопасности ООН. И наш корреспондент Дмитрий Иловский, он находится в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Он готовится к включению. Ну, мы ждем его репортажа буквально в любую минуту. Так что, одна из главных тем этой недели. Совет Безопасности ООН и те решения, которые он может принять, мы с вами обо всем узнаем в прямом эфире. Ну, вот просто в ходе нашей программы. Ну, и продолжим. Одна из главных тем этой недели – это компромисс с МВФ. Фонд выделит деньги для Украины, без которых, как признались в правительстве, страну ждал бы дефолт. Вот об этом на уходящей неделе много говорили и писали. Но об условиях, на которых страна получит эти деньги, известно очень мало. Я хочу вам показать сегодняшний номер «Зеркало недели». Ну, известная, авторитетная и очень информированная украинская газета. Так вот, ее журналистам стало известно о требованиях, выполнив которые, страна может получить деньги МВФ. Если кратко, то это резкое повышение тарифов на газ и теплокоммунэнерго – это повышение пенсионного возраста, как пишет газета, как она разузнала, до 65 лет, по полгода за год, в течение 10 лет. А еще урезание государственного бюджета на 66 миллиардов гривен. Это в условиях, когда по зарплатам долги выросли. Ну, вот, к примеру, последние цифры, официальная статистика – почти 2,5 миллиарда гривен долг по зарплате на Украине на начало этого года. Донбасс, конечно, безоговорочный лидер, но стоит посмотреть, что, к примеру, в той же Черновицкой и Днепропетровской областях в 27 и в 15 раз, ну, казалось бы, благополучная Днепропетровская область, в 15 раз выросли долги по зарплате. Ну, и бизнес сетует, мол, живем хуже, чем в Африке. Это об очередных обещаниях правительства изменить экономику страны на сей раз после возможного получения кредита МБФ. Ну, а что же на самом деле происходит вот в этой пресловутой Африке, которая и получила независимость практически одновременно с Украиной, где тоже была война, на которую тоже политики любили списывать отсутствие реформ? Наш корреспондент Геннадий Вивденко решил вот этот, может быть, немножко странный вопрос выяснить и в итоге нашел неизвестные и убедительные примеры. Белые простыни для армии, основной заказ столичного швейного концерна, 100 тысяч экземпляров для оборонного ведомства. Это возможность поддерживать предпринимательство, когда бизнес-условия почти не поменялись. Проверки пожарных и санитаров здесь, спустя год после победы Майдана, вроде прекращены, но остальное осталось по-прежнему. Кардинально сегодня упрощения бизнеса нет. Как сидели те люди, которые брали взятки год назад, те же люди сегодня сидят и опять же берут точно такие же или еще больше взятки. Никто их не иллюстрировал, никто их никуда не девал. Я не вижу работу сегодня кабинета министров по реформированию экономики. Они тоже пережили войну, 25 лет назад получили независимость последней среди стран Африки, благодаря тогда еще СССР. Благодарны и Украине, ведь та была ее частью и украинцам въезд в Намибию безвизовый. Потом было вооруженное противостояние восточной области страны. Херта училась в одном из украинских вузов, долго не могла вернуться на родину, однако теперь уверяет, здесь все наладилось. Руководство страны провело ряд реформ по западному образцу, максимальное упрощение и помощь в ведении бизнеса. Татьяна успела поработать бухгалтером и в СССР, и в современной Украине, теперь имеет возможность сравнить с намибийской системой. Особенно ей по душе существующий здесь институт налоговых аудиторов. Это своеобразные адвокаты бизнеса перед государством. Я прихожу к аудитору, тот, который в курсе всех вопросов, а если он не в курсе, то он найдет ответ на мой вопрос. Меня это очень устраивает и насколько воплощает мою жизнь бухгалтерам в Украине жалость. Страна определилась, где будут ее главные направления. Нет энергоресурсов, но есть драгоценные камни, уран и океан. На рейде армада рыболовецких судов. 3000 кораблей ежегодно швартуются тут. Рыба еще где глубже, а намибийск где рыба. Это порт Уолфишбей на берегу Атлантики. Почти все, что вылавливается в море, идет на экспорт. Получаются алмазы, ураны, рыба. Это первая страна в мире, которая охрану окружающей среды включила в свою конституцию. Почти вся территория – национальный парк для диких животных и желающих на них посмотреть. Инвестиционная привлекательность по версии журнала The Economist на уровне Бельгии и Южной Кореи. О какой инвестиционной привлекательности Украины может идти речь, сетует глава Укрлегпрома. Два года назад в стране отменили на 10 лет налог на прибыль для его отрасли. Потянулись инвестиции, и тут новое правительство вдруг передумало. В этом году, к сожалению, эту льготу сняли. То есть не могу понять, что выиграл бюджет. Наверное, ничего не выиграл. Это такой не звоночек даже, а колокол для западных инвесторов, как можно работать с таким государством, когда оно дает на законодательном уровне какие-то льготы на серьезный период, а потом их забирает. Такие страны в англоязычной среде принято называть middle of nowhere, то есть середина в нигде. Ботсвана в самой середине Южной Африки могла бы повторить опыт своих ближайших соседей. Жить в перманентном политическом кризисе, в нищете и голоде. Аннет решили здесь и стали примером для подражания для всего континента. Здесь тоже не так давно была война. Страна лишь лет 20, как развивается спокойно, без вмешательства соседнего старшего брата ЮАР. Александр Мацюк помнит, как еще лет 10 назад столица Ботсваны Габароны была скорее похожа на пустырь. Теперь у него здесь собственная IT-компания с 20 сотрудниками. В родную Россию возвращаться не желает. В результате в последних данных об индексе экономической свободы Ботсвана 36, Намибия 93, Украина 162, рядом с Северной Кореей и Зимбабве. В рабочее время он банкир, в свободное читает хип-хоп с местным колоритом. Ботсваницам есть что праздновать. У нас тут было, наверное, всего 3 километра асфальтированных дорог на всю страну. А теперь вся Ботсвана в автодорогах. Это все благодаря алмазам, которые у нас есть. То, что нам нужно сейчас развивать другие направления, кроме добычи ископаемых, чтобы не только бриллианты работали на нас. В рейтинге восприятия коррупции по версии Transparency International Украина 142, рядом с Угандой и Папуа-Новой Гвинеей. Мара Васильевна из Якутии много лет живет здесь. Считает, что для страны огромную роль сыграла Руш Кхама, жена бывшего президента Ботсвана. Это своеобразный аналог иностранных министров и советников, которые наняты сейчас в украинский Кабмин. Она знала, как живут в Англии. Она работала раньше в банке. Она знала, как это действует. Немножко она знала. Они пригласили специалистов. Те составили очень грамотный договор между правительством Ботсвана и Дебирсом. Здесь тоже грамотно расставили приоритеты. Добыча алмазов дала стране необходимый ресурс для развития. Потом пришли инвесторы, в настих Hyundai и Volvo. Для тех, кто строит экспортно-ориентированные производства, налоговые послабления. В отчете «Дуинг-бизнес» Всемирного банка Украина заметно отстает от обеих африканских стран. Пока в Украине нет поля для инвестиций и технологий Запада, по крайней мере, об этом свидетельствует символ борьбы за выживание украинского бизнеса. Вот это своими силами сваренное мотовило для пряжи на предприятии Александра Барсука. Геннадий Вивденко, Евгений Каминский, Сергей Коваль. Подробности о неделе. Телеканал «Интер». Ну и на этой неделе в Украине был установлен новый рекорд. Ну, точнее, давайте так скажем, скажем прямо антирекорд. Официальный курс доллара вырос до исторического максимума, ну, почти 26 гривен. И вот каждый раз, когда доллар берет новую высоту, бизнесу все сложнее. А налоговый пресс в этом году не ослаблен, скорее, наоборот. И вот есть, да, вот они, официальные цифры. За прошлый год Украина потеряла 400 тысяч рабочих мест. Федерация работодателей Украины, где эти подсчеты сделали, прогнозирует, что если в ближайшие месяцы не будут созданы условия для стабильной работы предприятий, так вот за этот год работу могут потерять еще около миллиона человек. Огромная цифра. Миллион. И одна из главных причин. Иностранные инвесторы уходят из страны. Они останавливают предприятия, ну, лишь в прошлом году. Это тоже цифра Федерации. Инвесторы вывели из Украины 8 миллиардов долларов. И это в тот момент, когда стране только, чтобы модернизировать экономику, нужно 300 миллиардов долларов и новейшие технологии для перестройки предприятий. Как привлечь деньги для Украины? Вот об этом будут говорить уже в начале марта на крупном международном форуме, который проведут вместе с профсоюзами и партнерами из Германии, Франции, Великобритании. Австрии и Польши. Мы получили сегодня колоссальную поддержку Европы. Они готовы это делать. Они сказали да, и они участвуют в этом процессе. Теперь мы должны собрать украинскую команду, показать им, что мы способны на это, и начать совместно с ними работать. Первый раз, когда Европа, Евросоюз ставят ставку на Федерацию работодателей и на профсоюзы, они искренне верят, что это тот, кто может дать движение вперед, и те, кто могут участвовать в реформах. И на мой взгляд, это очень важно. Ну и вернемся к одной из главных тем, будущему Донбасса. Помните, мы с вами, и вот эксперты, которые приходили в эту студию, часто гадали, а каким же оно будет там. Приднестровский вариант, грузинский вариант. Наш корреспондент Роман Бачкала побывал на северном Кипре. Он сейчас под турецкой оккупацией, ну почти что как наш Крым. Без туристов, без международных рейсов, без инвестиций. Даже не война, вот сама оккупация изменила эту часть острова. Изменила ее навсегда. Море, пальмы, солнышко светит. Шикарные отели, туристы со всего мира. А всего в 10 минутах езды отсюда тоже и море, и пальмы, и солнце. Только никого нет, и никто туда не хочет ехать. Потому что там начинается оккупированный Кипр. Турецкие войска вторглись на остров в июле 1974-го. В реакцию на смену власти на Кипре. С тех пор здесь турецкие флаги. Хотя официальный Кипр продолжает считать эту землю своей. Это была операция «Аттилла». Турция направила к берегам острова военный флот, ударную авиацию и 10 тысяч солдат. Хотя именно Турция в 1960-м вместе с Грецией и Великобританией выступила гарантом независимости Кипра. И в итоге сама же оккупировала треть его территории. Греки-киприоты, которые жили на севере, покинули свои дома. Между севером и югом пролегла граница. Антони вспоминает, как вынужден был бежать со своей семьей. Я был в панике, не понимал, что происходит. Турецкие военные говорили, мы миротворцы. Но те, кто хочет мира, с оружием не приходят. Это международный аэропорт Никосии. Так оказалось, что он был прямо на линии огня. Словно печально известный Донецкий. В битве за воздушные ворота турецкая армия потеряла 5 танков, греки-киприоты, 2 бронетранспортера и несколько десятков убитыми с обеих сторон. В ходе боевых действий турецкими войсками тогда был расстрелян один гражданский самолет. Вот он так и не успел взлететь. Единственный оставшийся свидетель тех страшных событий. В конечном счете было принято решение сделать этот аэропорт буферной зоной. С тех пор на это поле не сел ни один самолет. Застывший во времени терминал, порос мхом и деревьями, некогда одно из самых современных зданий на Кипре стало пристанищем для бродячих животных и птиц. У аэропорта специальный статус. Его территория под защитой международного контингента ООН. Наша задача не допустить агрессию, препятствовать возобновлению боевых действий. Военные объекты вдоль всей линии разграничения. Христос показывает нам их мимоходом, не останавливаясь. Иногда здесь случаются перестрелки. Турецкая сторона устраивает провокации. Время от времени гибнет кто-то из военных или мирных жителей. Когда началась война, Христосу было восемь. Там уже за этим ограждением, это уже северный Кипр. Вот мы видим прямо перед нами село, в котором родился и вырос Христос, но с тех пор, ты не был там уже 40 лет, правильно? Правильно. 40 лет. Нас туда не пускают, родной дом я могу видеть только отсюда. Оккупированную территорию отделяют плохо натянутая колючая проволока, но лучше не перелазить. За нами наверняка наблюдают снайперы. В том селе больше никто не живет. Христос и другие бежавшие оттуда греки-киприоты лишились всего. Его посадил мой дед, когда мы сюда переселились, так что этот виноградник – ровесник оккупации. Как и этот кактус, ему тоже 40. Первые переселенцы жили в этом бараке по одной комнате на семью. Мы готовили прямо на улице в этой печи. Теперь Христос – успешный фермер, хозяин апельсиновых рощ, быть давно налажен, но душа болит. Мать Христоса, Мелисса, каждый день вспоминает об утерянном прошлом. Это моя свадьба. Тогда еще мы жили в Ахне на севере Кипра. А это мой школьный класс. Все осталось там в прошлой жизни. Десять сотрудников, кабинет, у него есть все, кроме города, в котором он мэр. Мэрия Кисрей находится в Никосии, в изгнании. Кипр – член Евросоюза. Я имею полное право, к примеру, поехать в Финляндию, построить там дом или открыть бизнес, но я не могу попасть в свой родной город, всего в 10 километрах отсюда. Это ужасно несправедливо. При этом киприоты, проживающие на оккупированной территории, имеют право на кипрское гражданство и активно этим пользуются для поездок за рубеж. Но в остальном связь между греческим и турецким Кипрами практически разорвана. Попасть на подконтрольную Турции территорию можно только на машине, либо самолетом из Стамбула. Древние храмы, рыцарские замки, город Фомагуста буквально дышит историей. Это башня Отелла, послужившая прототипом для одноименного знаменитого произведения Вильяма Шекспира. Вообще, на северном Кипре множество древних артефактов, но туристов совсем немного. Окупанты думали, туризм и дальше будет нести золотые яйца, но нестабильная обстановка распугала приезжих. На плаву так называемую Турецкую республику Северного Кипра удерживают дотации Анкары. Когда-то здесь были пышные оранжереи, ухоженные клумбы, а теперь это пастбище для скота. Здесь отдыхали Брижит Бордо и Элизабет Тейлор. Район Варош манил своими песчаными пляжами звезд со всего мира. Лучшие на Кипре отеле, казино и рестораны превратились в руины. До оккупации порт Фомагуста был крупнейшим на Кипре, а сейчас у причальной стенки практически пусто. Из-за экономических санкций вход в гавани Северного Кипра запрещен. Воздушное пространство тоже закрыто. Экономические санкции, вступившие в силу 40 лет назад, действуют до сих пор. Жить под санкциями нелегко, но мы уже как-то привыкли. Платой за сепаратизм стало полное забвение. Из преуспевающей северная часть острова превратилась в безнадежно отстающую. Но местные сни рассказывают жителям Северного Кипра, что они живут хорошо. Северный Кипр живет лучше, чем южный, однозначно. Цифры говорят об обратном. Северная часть острова по темпам развития отстает в разы. Но вернуть над ней контроль Кипр не может. Кипр стал членом ЕС вместе со своей северной частью. Но Европа закрывает глаза на то, что фактически она нам не подчиняется. Международное сообщество все время повторяет одно и то же. Ищите мирное решение. Турция отказывается выводить свои войска и по сути превратила северную часть острова в свою военную базу. А турецкие компании полным ходом разрабатывают кипрский шельф, богатый залежами нефти и газа. Я не верю в мирное решение. Турки завоевали нашу землю оружием. И вернуть ее можно только с помощью силы. Несмотря на прошедшие десятилетия, тема оккупации остается для Кипра болезненной. В разговоре с киприотом словосочетание «северный Кипр» лучше не употреблять. Потому что для большинства жителей Кипра никакого северного Кипра не существует. А есть единый и неделимый Кипр. Роман Бачкала, Вадим Сверидонов, Ирина Дьяченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну а дальше давайте вернемся к главной теме сегодняшнего дня. К минским договоренностям. Для того, чтобы их реализовать и законы, и конституцию в Украине нужно менять. Как это будет и будет ли? Спросим прямо сейчас у главы парламента Владимир Гройсман. С нами на связи. Вечер добрый. Скажите, вот в Минске договорились и о конституционной реформе, и вот прямая цитата. Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На практике, что это означает? Идет ли речь о какой-то автономии? Я не вижу другого варианта, как конституционировать еще раз, что и Донецка, и Луганская область – это Украина. И больше того, Украина суверенной государством, которая не поделена. И даже разговоры о том, чтобы потерять территориальную ценность, не могут быть. Никогда не идет разговор о федерализации Украины, або любую другую автономию. Конечно, в Украине нужна децентрализация влады. Конечно, нужно провести за украинским законодательством выборы до местных органов влады, чтобы вернуть доверие до местной влады. Но не могут быть выбраны те, кто убил людей, кто их катал, кто выкрадал. Это люди должны нести криминальную ответственность. Ну, ждите, если в этих районах пройдуть выборы, то вы уверены, что на тех самых выборах не победят те же Захарченко и Плотницкий? Я наголошу на том, что не могут быть выбраны вбивцы, ватажки бандформований и все другие. Это преступники, которые должны быть покараны. И тут нет никаких застережений. Конечно, выбор будет лежать, или ответственность за выбор будет лежать за жителей этих территорий, чтобы выбрать этих людей до местных органов влады. Это первый этап. Это уже политический диалог, которым нужно будет пользоваться. Чекайте, но мінские договоренности предбачают и амнестію помилования. Чи не станет так, что бойовики просто этим используются и пойдут дальше в большую политику, на выборы, даже до Верховной Рады, если на Луганщине и Донечине будут до выборов? В законе, который был принят минулим скликновением парламенту, так и записано, что не могут быть помилованы те, кто убил, выкрадал, катал и так далее. То есть те, кто скоювали тяжкие злочины. Поэтому амнестия туда и быть не может. И не нужно, чтобы кто-то подменивал эти понятия, как можно амнестировать человека, который убил или лечил людей. Это не пропустимо. Когда выборы начнутся, может ли влада гарантировать, что они будут честными, прозорными, что не будет фальсификации? В выборы должны быть прозорными, честными и признанными как в среде страны, так и в мире. Смотревщики, публичность и открытие. Другого процесса просто не может быть. А дотримание законодательства украинского? Другого варианта нет. Это не может быть фальсом 2 листопада. Когда кто пришел, куда пришел, сколько пришло людей, за что голосовали, никто ничего не понимал, но сказали, что больший процент людей проголосовали за что-то. И это абсолютно без любых спостерегачей, а наоборот, под дулами автоматов. Это не вызывает доверия, наоборот. Это вызывает отторганья, в том числе, от жителей, населённых пунктов Донбасса. А как это практично реализовать? Вы имеете какой-то новый закон в Верховной Раде принять? Специальный закон про выборы на Луганщине и Донечине? Закон Украины про выборы, он есть. И тут не нужно, напевно, нового закона, никакого. Надо его только выполнять. Все. Все должны понимать, что территории временно окупованной – это Украина. И другого просто не может быть. Нет никаких дискуссий на этом. Поэтому восстановление должно быть полностью восстановлено всей системы влады, как местного самовыдивания, так и государственной влады. Но других вариантов просто нет. Поэтому тут нужно, шляхом политического диалога с теми, кто уже будет выбранный на свободных, местных выборах, визначать о подальших действиях. Но мы реформу должны провести до жовтня месяца. Змена в Конституции, в том числе. Это означает, что в жовтні новые, черговые выборы должны происходить на новой основе, на основе повноценного, повсюдного местного самовыдивания. А именно, повноваженности влады, которую обирают люди, а не призначают из Киева. Доброе, дякую за разговор. Глава парламента Владимир Гройсман про те изменения, которые стоит предпринять и нужно будет предпринять в связи с минскими договоренностями. Ну и о том, как будут реализовываться минские договоренности, прямо сейчас говорят в Нью-Йорке. Мы весь этот эфир ждали нашего корреспондента Дмитрия Яловского. Он сообщает, что он сейчас в здании Организации Объединенных Наций за мер безопасности. Он просто не может выйти на улицу и включиться, подойти к камере и системе спутниковой связи. Последняя информация из Нью-Йорка, это то, что Совет Безопасности еще не начался. Пока что проходят консультации, закрытые консультации. По всей видимости, и это неофициально говорят дипломаты, они могут затянуться. Так что антиукраинская, скажем так, резолюция, предложенная Россией, поддержанная Китаем, все-таки может быть не утверждена. Тем более, что завтра в Соединенных Штатах день президента, день выходной. Так что консультации могут затянуться. Ну и, соответственно, Совбез доукраинского вопроса сегодня и завтра все-таки пока что не дойдет. Следим. Такими были подробности недели. На этой неделе спасибо большое, что смотрите. Ну и первый мирный день. Завтра покажет, каким будет следующий день. Ровно через 7 дней мы уже сможем подвести первые итоги. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова